Если мне не мёться и не спится, или там с похмелья нет на мне лица, я открываю видео. И видео причём из разряда «мало кто знает об этой функции соломы», или «мало кто знает об этой функции обоев», ну что-нибудь такое. И это вызывает целый ряд интересных эмоций. Да, я тоже иногда так называю видео свои грешён, грешён. Но, к сожалению, ситуация такова, что на ютубе это сейчас в тренде название. Хотя они уже отпадают, сейчас в тренде политика. Экспертов развелось их гомна, я извиняюсь. Все эксперты в военных делах, в политических, одни эксперты, всё, больше никаких профессий в этом мире нет. Ладно, кто такое дело. Ну в общем, попались мне под руку, под глаза точнее. Два видоса интересных о свечах зажигания. Моя жизнь теперь до и после. До того, как я увидел эти видео и после этого события. Давайте посмотрим вместе. Ого! Чудеса. Блин, так это же я смогу теперь варить. А-а-а! Если же можно прямо в квартире. Класс. Класс. А, ну сейчас повторим. М-м-м. Для проведения эксперимента в первую очередь потребуется блок питания. У автора видео это аккумулятор, но я думаю, что его вполне можно заменить и блоком питания. Разумеется, потребуется и свеча зажигания. У меня она вот такого плана, сделана в СССР, должна подойти. Использовалась, по-моему, у москвичей. Используя видео, просмотренное, как инструкцию, подключаю провод к центральному контакту, точнее к внешнему контакту. Затем автор, неизвестно зачем, лупит по вот этому контакту, для того, чтобы замкнуть с центральным. Как-то так. Теперь, если верить коллеге, нам потребуется бритва. А точнее лезвие. Дедовского лезвия у меня нету, поэтому воспользуемся современными. К плюсу блока питания подключил лезвие от бритвы, ну а к минусу наша свеча. Разницы в полярности никакой. Пробуем. Искрит. Разумеется, сварить таким способом две даже очень тонкие пластины металла не представляется возможным. Автор вводит нас в заблуждение. Все дело в том, что смысла использования свечи нет никакой. Все дело просто в высокотоковом аккумуляторе, который использует автор. Разумеется, что при таком токе, при токе короткого замыкания, который может обеспечить аккумулятор, хоть простыми гвоздями можно производить так называемую сварку. Второго видео у меня, к сожалению, нету, но оно существует. Рано или поздно оно вам по-любому попадется. Если я найду его, конечно же, то я прикреплю в описании к этому ролику. Или в комментариях где-нибудь ссылка будет. Посмеетесь. Но, тем не менее, проверить его нужно. А вдруг это правда? Ладно, первое, хрен с ним, но трошечки не работает. Но второе, по-любому будет. Вот посмотрите. Вот увидите. Главная задача, отлобить небольшой кусок от керамического изолятора. Боже побожи. Также потребуется прищепка. Для того, чтобы зафиксировать осколок керамического изолятора, оббатываю прищепку с помощью проволоки. Вот такой ужас получился. Для чего же нужно это нечто? А это чудо-юдо. Ничто иное, как стеклорез. Хо-хо-хо-хо. Вот так. Можно сказать, конечно же, что режет. Это издевательство. Это ор-стекло. Нормальное стекло я не режу. Я пробовал, конечно, за кадром, но это... Не хочу я ругаться и батюкаться. Ой, Господи.